Дорогие зрители, здравствуйте! Брючки и брючки со стрелкой отменяются. Будет моя готовка. Все 10 минут будем смотреть на то, как я прекрасно готовлю. Шутка, мои дорогие зрители! Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. Сегодня речь пойдет об очень универсальной вещи, на которую я обратила внимание, снимая стрит-стайлы. И уже комментируя стрит-стайлы, я говорила, что брюки со стрелками это то, что очень хорошо смотрится сейчас практически совсем. Это такая классика, которая очень хорошо миксуется со спортивными вещами, с классическими вещами. Очень актуально смотрится. У меня брюки подвернутые, потому что сейчас невозможно отнести их и укоротить. Поэтому, в общем-то, это несколько будет портить мне мою компоновку, мой ансамбль, но скоро я их укорочу. Итак, первый лайфхак и первый мой совет всегда по возможности, будь то джинсы, будь то тем более брюки со стрелкой, обращайте внимание на наличие ремня. Мне подходит более широкий ремень, но у меня на него нет пряжки, она где-то-где-то лежит. И другой ремень, который я перед этим померила, он у меня не застегнулся, потому что ремни действительно не могут быть универсальными. Очень часто нам нужны ремни либо непосредственно на талию, либо чуть ниже. Поэтому я примерила этот ремень, и это пример замкнутого образа. Белая обувь и белый ремень. Сейчас обувь и ремень могут не сочетаться, но те, кто смотрит мои стрит-стайлы, кто смотрит мои видео про моду, знают, что я очень люблю, когда, допустим, обувь сочетается с сумкой, либо обувь сочетается с ремнем. И еще один способ очень-очень удобный, потому что позволяет не иметь заломов прежде всего сзади, некрасивых заломов, когда мы заправляем одежду в юбку, либо в брюки, как в данный момент. Это сделать вот такой ложный узел сбоку и заправить только один узел. Имейте в виду, этот лайфхак я показывала в прошлом году, он пригодится всем любительницам белых футболок. Потому что белые футболки таким образом прекрасно заправляются, прекрасно драпируются, если мы носим их летом с юбками, либо с брюками. Ну что ж, начинаю свою примерку верхней одежды. Я думаю, что вы уже поняли, что этот образ брюки и свита закомпонован по принципу красивого сочетания цветов. На мой взгляд, это самый простой, самый доступный и самый действенный способ для того, чтобы составлять действительно красивые комплекты. Необходимо просто-напросто найти в вашей гардеробной, непосредственно уже среди вашей одежды, ту, которая очень хорошо и красиво сочетается по цветам. Для этого необходимо просто прикладывать одежду друг к другу, и вы увидите, что красиво сочетается, а что не очень. Что ж, добавляю свои любимые аксессуары. Это шелковый платок. Я знаю, не все его любят, не все его носят, но я прямо-таки за шелковый платок. Как я люблю говорить, поднимает любой образ на уровень чуть-чуть выше, благодаря тому, что, безусловно, это классический элемент, который очень хорошо миксуется с чем-то спортивным. Ну и мои любимые перчатки. Могу сказать, что платок очень красиво можно носить вот так, на одно плечо, но применяйте обязательно трюк. Платок будет соскальзывать. Закрепляйте его маленькими булавками чуть-чуть спереди и чуть-чуть сзади, если речь идет о свитере. Либо носите платок на одно плечо под что-то, под любую верхнюю одежду, либо под пиджак, как в моем случае. Единственное, что я предпочитаю, когда платок очень хорошо видно. Мне кажется, это очень-очень красиво. И могу сказать, как человек, смотрящий на других людей, прежде всего в движении, подобные образы очень хорошо смотрятся в движении, именно когда одежда распахивается, когда одежда двигается вместе с нами. Я снимаю пиджак, платок соскальзывает, но посмотрите, как хорошо держится так называемый ложный узел. Прошу вас обратить внимание на этот способ, таким образом заправлять одежду внутрь. Подобный узел создает красивые драпировки и очень хорошо нам держит одежду. Также хочу напомнить, что способ носить одежду верхнюю, либо пиджак, либо куртку, все что угодно это может быть, вот таким образом наброшенным на плечи, это именно способ носить одежду. Обратите на него внимание, как человек, который снимает стрит стайл и часто носит свою одежду наброшенные на плечи, могу сказать, что она не скатывается. Ну что ж, на своем канале я, как говорится, продвигаю идею красных ногтей каждый день по возможности, красной помады для повседневной жизни и также идею того, что да, мы можем ходить в мужские отделы и носить, точнее сначала покупать и потом носить именно мужские вещи. Они могут быть нам размер в размер, как этот бомбер, он куплен для Егора, куплен в мужском отделе размер S, но это могут быть и вещи чуть-чуть больше, и тогда мы получим очень-очень красивый и модный сейчас оверсайз. Ну что ж, я переобуваюсь и хочу сказать, что подобные компоновки я подсмотрела, когда сама создавала подборку для видео, как следует, как можно одеваться, когда нам слегка за 50 я делала подборку не на основе стрит стайла, который я снимала сама, а на основе фотографий, которые мне понравились, которые я нашла в интернете. Что ж, показываю вам также свитер, который связан на заказ, у меня очень много таких свитеров и снова хочу обратить внимание на то, что подобный свитер, любой свитер объемный, нужно хотя бы спереди, либо сбоку заправить. Так, кто-то к нам идет, кто-то составит нам сейчас компанию, кто-то загорал на балконе, я прерываюсь и да, хочу показать вам также, хочу показать вам также пиджак, снова наброшенный на плечи, потому что очень, да, очень жарко, потому что очень теплый у меня свитер и он очень объемный, поэтому, в общем-то, это, конечно же, хороший вариант носить одежду на подобные объемные свитера, как раз-таки наброшенные. Ну что ж, вернулся мой муж из супермаркета, я попила водички, хочу показать вам снова мужскую рубашку, на спине у меня не снятые, не снятые, не знаю, как называется на русском языке, забыли мне снять, не знаю, когда окажусь, впадаю снова, я подворачиваю рубашку ложным узлом, скручиваю, заправляя с одной стороны, там где-то бегает Данечка. И да, вот таким образом можно носить рубашку именно мужскую, это тоже рубашка манго, тоже из мужского отдела, показывала, что я ее покупала. Решила я себя приукрасить аксессуарами, я человек, который не носит аксессуары, но посмотрите, насколько, на мой взгляд, лучше я буду выглядеть надев самую простую цепочку, которую, которая почернела, мне нужно ее отнести. В магазине очень удивлялись, что она таким образом у меня чернеет, вот единственное, именно она чернеет, ну и также решаю я украсить себя несколькими браслетами. На мой взгляд, женщина, если ей нравится носить аксессуары, должна не забывать их носить. Что ж, у меня снова проблема с застежкой, 20 минут времени, и я умудряюсь застегнуть все-таки браслет. Да, на мой взгляд, это очень красиво, и вот такие женственные аксессуары, как браслеты, цепочки, возможно, несколько, возможно, объемные бусы, возможно, также сережки, которые мне очень нравятся на себе и на других. Я за идею носить массивные сережки в повседневной жизни очень хорошо смотрятся именно с мужскими вещами. Как в данном случае, мужская рубашка у меня. Снова на плечи я набрасываю пиджак, и могу сказать, что, конечно же, идея брючного костюма в повседневной жизни с кедами, а, кстати, на мне полукеды, если быть точной и правильно называть эту обувь, это именно полукеды. Кеды были бы выше, и белые кроссовки были бы именно спортивными кроссовками. Просто мне был задан вопрос о разнице, скорее всего, я даже запишу видео. Итак, на мне полукеды, мне очень нравится идея, вот прямо такие классики со спортивной обувью, и мне нравится эта идея также, потому что это все можно носить в повседневной жизни. Я нашла тельняшку, пока искала другие вещи. Посмотрите, как я сейчас буду по-другому выглядеть, просто потому что я заправила тельняшку внутрь, и я решила также поменять цвет пояса. И, конечно же, здесь просится другая обувь, хотя я за идею того, что обувь может быть любой, но здесь я бы надела белые балетки, которые я не нашла, нашла цветные макосины, и поэтому примеряю с цветными макосинами. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько лучше этот образ выглядит, потому что внутрь заправлена тельняшка. Снова набрасываю пиджак, чтобы, опять же, показать, насколько классно могут смотреться дресс-кодовые компоновки повседневной жизни. Но и с другой стороны, я думаю, что для многих, у кого дресс-код на работе нестрогий, подобный ансамбль может быть ансамблем, который можно носить в офис. Нашла куртку. Это куртка косуха, мотоциклетная куртка, удлиненный вариант. И, в общем-то, посмотрите, как все красиво смотрится. На самом деле, брюки со стрелками можно носить совсем, абсолютно совсем. Я не нашла ни одной вещи в своем гардеробе, он у меня достаточно обширный, с которой бы не сочетались эти брюки. Повторюсь, я обратила на них внимание, прежде всего, снимая стрит-стайл. До этого брюки со стрелками не были в моих фаворитах. Хочу показать вам также такой красивый способ носить самую обычную ленту для волос. Ее можно завязать, как вы хотите завязать, как будет лучше и проще, уместнее смотреться. Я в итоге завязываю на классический бант, хотя бы предпочла другой узел, но таким образом у меня лента получалась очень длинной. Плюс она у меня очень и очень замята. Я случайно ее обнаружила во время съемки и решила показать вам. Посмотрите, как это красиво. Надевайте маленькие шелковые платки везде, где только можете их надеть. На сумку, на бретельку, на пояс, возможно, как сделала я. Это очень красиво, очень необычно. И классическая мотоциклетная куртка. Снова я добавляю шелковый платок. Я очень люблю шелковые платки. Хотя, опять же, могу представить, что не всем комфортно в шелковых платках. Возможно, и мне когда-то также было, что называется, неудобно их носить. Но потом я привыкла, прежде всего потому, что я поняла, что прическа и волосы лучше себя чувствуют. Прическа дольше сохраняется, если волосы непосредственно находятся на шелковом платке. Именно таким образом, кстати, я и начала носить шелковые платки. Прежде всего, поверх свитеров. Поверх свитеров у меня постоянно волосы очень сильно путались. Платок можно носить таким образом, либо закрутить его короче. Я показывала лайфхак самой обычной резинкой для волос, чтобы платок не соскальзывал во время носки. Но, опять же, если он соскальзывает, это не критично. В движении наша одежда смотрится еще лучше. Я также много раз говорила, что я за то, чтобы, если позволяю температуры, всегда приподнять рукав и обнажить красивое женственное запястье. Мы редко полнеем запястье. Запястье, а также щиколотка, лодыжка. Не знаю, как правильно. И также область под коленом. Это то, что остается худым. И это очень женственно, очень красиво. Ну что ж, последний образ. Это образ с тренчем, который я хочу вам показать. И я знаю, сейчас очень популярны тренчи овер. Я за узкий тренч, потому что совершенно точно уверена, что если вкладываться в тренч, узкий тренч вы будете носить всегда. И удивительно, но факт, узкий тренч сочетается абсолютно со всем. По той простой причине, что мы уже очень привыкли вот к такому силуэту. Укороченный тренч такой длины, как у меня, чуть-чуть длиннее. Новый тренч, который у меня есть, он чуть-чуть длиннее. Это тот силуэт и те пропорции, к которым мы уже привыкли. И мы их уже приняли. И они нам кажутся красивыми. Потому что мы много раз их видели в очень красивых сочетаниях. В то время как тренчи новомодные овер очень-очень. Кстати, здесь, да, я решила с вами попрощаться. Потому что тренч это как раз-таки была последняя вещь. В то время как тренчи новомодные овер, они не всегда могут приживаться в гардеробе. Так, я уже переобулась в носочки. И вспомнила, точнее увидела, что еще несколько вещей, которые я приготовила, я вам не показала. Я очень люблю бомберы. Бомберы овер, бомберы вот такие узкие, как у меня. Бомберы женские из мужского отдела. Укороченные, либо удлиненные. Я считаю, что бомбер это универсальная одежда на лето. Поэтому хотела вам показать в этом видео чуть больше бомберов. Ну и нашла, конечно же, я очень хотела показать вам именно сочетание брюки классические со стрелкой с самой обычной белой футболкой. Еще, на мой взгляд, лучше. Это смотрится сочетание, если у нас футболка имеет спортивную надпись. Ну что ж, кто-то, кто-то к нам опять идет. Пришел Данечка. Теперь я действительно с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Мне очень нравится концепция Shop Your Closet. Здесь действительно можно составить огромное количество классных компоновок. Прежде всего, если мы так же, как сейчас, имеем огромное количество времени на то, чтобы перекомпоновать наши вещи. И, возможно, посмотреть на них действительно новым взглядом. Всем желаю хорошего настроения. Всем желаю бодрости духа. Всем желаю скорейшего прихода весны. И скорейшей возможности носить свои красивые вещи и новые комплекты, которые мы сейчас все вместе закомпонуем. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.